Друзья, здравствуйте! Я очень рад, что вы сегодня все пришли на это мероприятие. И спасибо предыдущему докладчику. На самом деле, такая тема, которая, я думаю, любого человека волнует, любому человеку интересна. Но у меня будет тема о том, как людям не давали состариться разными способами. И тема называется у меня «Военное дело эпохи Бронзы. Мифы и реальность». Почему именно эпоха Бронзы? Дело в том, что эпоха Бронзы является чрезвычайно важной для человечества. Это очень недооцененная эпоха в массовом сознании. Во времена эпохи Бронзы появляется у нас многое из того, к чему мы привыкли. То, что является частью нашей сегодняшней жизни. Письменность, государственность, армия. Многие факторы. И, конечно, когда мы изучаем историю, одним из наиболее интересных аспектов является военное дело. И любой, пожалуй, учебник по древней истории, это всегда такая летопись каких-то сражений, потому что это яркие страницы. Ну и когда мы сталкиваемся с описанием военного дела эпохи Бронзы в каких-то популярных источниках, в массовой культуре, особенно попыткой изобразить эти аспекты в кино, скажем, то чаще всего выглядит очень искаженно, неубедительно, и у людей оставляет неправильное представление. Поэтому сегодня этот вопрос я тоже освещу. Ну и когда мы с вами говорим о военном деле, то неизбежно затрагиваются такие проблемы, как сущность человека, его агрессия, его воинственность, которая была ему присуща с самого начала его существования. И на вопрос вот этих человеческих качеств, были ли они исконными, когда они появляются, как они развиваются, пытались ответить многие исследователи. И один из первых исследователей, это был английский исследователь, философ Томас Гокс, который еще в 17 веке сформулировал такую концепцию, что воинственность человеку изначально присуща, изначально человек является существом агрессивным, поэтому и войны являются оправданными и являются двигателем истории. Но ему возразил Жан-Жак Руссоу. Несколько позже, в 18 веке, он разработал такую концепцию благородного дикаря. Он утверждал, что человеку на самом деле изначально присуще очень мирное поведение, и лишь некоторым популяциям была присуща воинственность, и именно они являются агрессорами, которые захватили мирные племена. Обычно в данном случае ссылались на этнографию многих народов. У некоторых народов действительно были исключительно мирные общества, это, как правило, охотники, собиратели, ну, например, саамы в Северной Европе, которые являются оленеводами и охотниками и собирателями. У них доблесть мужчина показывал в охоте, но не в войне. И убийство человека являлось тому запретом. То есть, если вы совершили убийство, то вас изгоняли из социума. Это было самое страшное наказание, вы выходили за пределы общения. Эти споры длились достаточно долго, пока в середине 20 века антропологи не сошлись на том, что все-таки воинственность, агрессия появляется на определенном этапе человеческой истории повсеместно. В неолите, в позднем каменном веке, когда появляется производящие хозяйства, земледелие, скотоводство, появляется борьба за ресурсы, да, конкуренция за ресурсы. И тогда, конечно, воинственность возникает. Но, тем не менее, человек никогда не жил в Золотом веке. Вот мы можем посмотреть на черепа эпохи Палеолита и увидеть, что они явно намеренно пробиты рубящими и тропящими орудиями. Слева череп неандертальца, справа череп человека нашего вида, Homo sapiens sapiens. Мезолит. Тоже череп пробит, череп растрескался. И неолит вот такой красочный пример, поздний каменный век, когда прямо по строгу воткнули в лицо человеку, и так она там и осталась, ее фрагмент. И когда пытаются определить феномен войны в неких обществах, это не обязательно общества, те, которые не существуют, да, сегодня, не обязательно древние общества, это может быть этнография, этнографическая современность, то существует три критерия. Военно-технический, организационно-структурный и причинно-целевой. Военно-технический критерий, это попытка найти такие детали материальной культуры, которые направлены на уничтожение человека. То есть это не охотничий инвентарь, а именно оружие, да, какая-то военная техника. Следующий критерий, организационно-структурный, это поиск каких-либо корпораций в социуме, да, то есть каких-то объединений людей, которые отвечают за военную функцию. Именно, то есть это не какие-нибудь охотники, а люди, которые целенаправленно занимаются грабежами соседей, которые специально вооружены, чтобы воевать и убивать. И причинно-целевой подход. Когда мы с вами видим, что существуют объективные причины для борьбы. То есть когда социумы, разные общества борются за какой-то ресурс, живут на маленькой территории, и у них не хватает пастбищ, например, из-за этого они постоянно конфликтуют. Ну и говоря о терминологии, не каждый конфликт можно назвать войной. На самом деле война имеет совершенно точное определение. Война — это сложная форма массовой конфронтации, имеющая протяженный характер и оставляющая однозначные археологические, антропологические свидетельства. И, естественно, не всегда войну мы можем определить, в том числе в археологии. Иногда мы видим только некоторые детали, и когда мы видим эти детали, мы можем говорить о существовании какого-то конфликта, но, может быть, не о масштабной войне. И тогда используется понятие археологии конфликтов. Теперь более подробно поговорим о войне в Древнем мире. Обычно наше представление о войне в Древнем мире складывается на основе учебников, конечно, школьных учебников. Ну и школьный учебник так построен, что мы видим, как правило, Древний Египет очень подробно, как-то коротко, может быть, шумер. И потом у нас вдруг резко возникает античная Греция, и у человека спрадывается такое впечатление, что были люди каменного века, потом египтяне, потом уже греки, потом уже средневеков. Примерно такое представление формируется. И также человек думает, что, кроме как на Древнем Востоке, на Ближнем Востоке, нигде люди не жили, а если и жили, то у них, наверное, было все очень примитивно, скудно, и воевать они, наверное, тоже не умели. И мы сегодня с вами посмотрим, так ли это было. У военного дела на Ближнем Востоке есть множество исследователей, давние истории исследования. И здесь вы видите, да, реконструкция древнеегипетского сражения. Множество источников есть на тот же Древний Египет. Это статуи, это разного рода изображения, вот такие барельефы, это письменные источники, конечно. И все это позволяет нам очень хорошо реконструировать армию Древнего Египта, Древнего Востока. Поэтому у этой темы самая такая солидная историография, самая давняя история исследований. Вот, но была ли война на условно-варварской периферии, то есть где-то в Европе, в Евразии? И очень долго, это очень интересный такой научный сюжет, который я сегодня хотел вам рассказать. Очень долго существовала такая коалиция исследователей Ближнего Востока, которые утверждали, что нигде в Европе, нигде в Евразии, не могло быть, в Северной Евразии, не могло быть каких-то значимых сражений. Их аргументы были следующими. Военное снаряжение имело исключительно ритуальное назначение, не существовало предпосылок для вооруженных конфликтов, ну то есть население было маленькое, ссориться было не из-за чего. И все предметы являются, скорее всего, подражанием цивилизации, технологиям развитых цивилизаций, возможно, даже мастеров приглашали, была такая гипотеза. Это конец 19-го века, первая половина 20-го. Да, и не находились следов сражений никаких на территории Европы и Северной Евразии. И, в общем, конечно, если мы с вами посмотрим на находки из, это вот европейские, североевропейские находки бронзовека, если мы на них посмотрим, мы увидим, какие вычурные, необычные формы доспехов и вооружения представлены. И они кажутся очень нерациональными, они кажутся очень неприкладными. Вот такие бронзовые щиты, они очень тонкие, такие вот вычурные топоры. Вот такой балаш, это датский балаш бронзовека, очень ранний. У него есть кремневый прототип каменный, но тоже исследователи долгое время считали, что это какая-то ритуальная вещь. Вот такой вот топор секира. Вот такие мечи и копья тоже очень необычных форм. Кстати, часто очень дизайнеры каких-то фэнкези вселенных, они черпают вдохновение именно в формах вооружения эпохи бронзы, даже сами не отдавая себе отчет, что откуда они берут эту информацию, из какой хронологии. Вот, есть изображение в бронзовом веке, это по-кусланские Петрогля в Швеции, изображение сражающихся мужчин, корабли, сражение на кораблях, но тоже исследователи говорили, что это, вероятно, некие ритуальные сражения, мифологические сюжеты, но это не реальные бойцы изображены. И в подкреплении этой концепции существовал такой аспект, что очень часто находили вот такие ритуальные предметы, диск из неба в частности, одно из первых изображений звездного неба, или вот такая солнечная колесница тоже была найдена рядом с оружием, то есть это явно ритуальные предметы. Также в Европе существовала традиция кладов, то есть в воду, в озеро, в реку помещалось оружие, это было такое жертвоприношение высшим силам, и тоже оно сохранилось, отразилось в последующей мифологии. Если мы, например, вспомним легенду о короле Артуре, да, кельтскую мифологию, то у нас меч короля Артура, мало того, что он был в камне, то есть в литейной каменной форме, так он еще и хранился у хозяйки озера под водой, что очень необычно было бы для железного меча. Все эти факторы свидетельствовали, намекали на ритуальное значение. И вот тоже пример, это несколько лет назад, в Словакии вот из озера извлечен дайверами был меч, вот такой замечательной сохранности, потому что бронза, она не коррозируется, только покрывается тонким слоем ноги сло. Но, конечно, существовали сторонники и европейского технологического очага, так называемого вооружения, и сегодня они есть. И очень полномерно в течение десятилетий, с 60-х годов 20-го века, они пытались доказывать, что все-таки в Европе была своя технология производства вооружения, были свои стереотипы вооружения. Какие у них постепенно появлялись аргументы? Это местное происхождение и прослеживаемая эволюция форм, то есть мы видим, как от самого простого топора, от самого простого, от, скажем, вот такого тесла, универсального, которым можно дрова колоть, можно тесать дерево, ну и, в принципе, можно в бою применить. Такое тесло было найдено у мумии замерзшего человека, его называют условно ЭЦИ, он относится к периоду Медно-Каменного века, замерз на границе австрийских и итальянских Альп, и вот такой вот топорик, потом сможете посмотреть, подержать реплику. Эволюция в более сложные формы вооружения постепенно происходила. И также это следы использования, то есть следы зазубрин, каких-то ремонтов, переточек, повреждений при практическом применении этого оружия. Это миграция людей с оружием, когда в второй половине 80-х годов появляются очень широко, начинают использовать естественно научные методы, датирование, методы, которые позволяют проследить миграции людей. То есть, вот есть, например, в зубной эмали человека так называемые изотопы стронца, которые содержатся, эти радиоактивные изотопы содержатся в воде с определенной концентрацией в разных частях света. И если накапливаются они в эмали до периода полового созревания, примерно, и потом остаются стабильными. И если вы видите, что у этого человека концентрация характерна, например, для Германии, а вы нашли его в Англии, стало быть, он мигрировал. И часто такие мигранты в своих погребениях имеют вооружение. То есть, это наводит на мысль о том, что это определенные наемники. Далее. Стереотипы вооружения, это очень важный момент, стереотипы вооружения из Северной и Центральной Европы заимствовались в Мигенах и на Ближнем Востоке, а не наоборот. Это постепенно было доказано. И конкретно я сейчас вам покажу. Вот здесь у нас стенды с предметами вооружения, где показано хорошо видных развития. Вот от самых простых форм к более сложным, от более простых форм сегир, топоров к более сложным формам. Это все европейские находки. Они развивались. У них были предпосылки к развитию. И одним из наиболее ярких аргументов являются мечи. Дело в том, что на Ближнем Востоке, в том же Египте, не сформировалась своей технологии клинкового вооружения. И меч египетский, в кавычках меч, обычно называют его мечом, Капеш, или Капеш. Это типологический вообще топор. Секира это логическое развитие топора, а не клинка. Клинки именно в Европе у нас появляются. В 18 веке до нашей эры. И первые клинки вот видите в левом верхнем углу лезвия и такие вот отверстия перфорации под заклепки, сами заклепки. Эти клинки, их так называют клинки с клепаной рукоятью или клинки-рапиры. Они были приклепаны к деревянной или костяной рукояти. Из-за этого это крепление было не очень прочным. Оно не позволяло много рубить. То есть таким клинком было удобнее колоть. Его поэтому называют трапирой, у него соответствующая форма. И сторонники ритуальности этих предметов очень долго говорили о том, что крепление ненадежное, поэтому это ритуальный предмет. Но постепенно вот этот переход мы видим на третьем мече сверху. Появляется литая рукоять, так называемая языкообразная. И сразу меняется форма клинков, и сразу появляется рубище оружия. То есть эти клинки были именно рубищами. Совсем были большие изменения в самом характере боя, и опять же проследовывается эта эволюция. также было найдено некоторое количество шлемов, которые нам указывают на боевое применение. У доспехов бронзовых и щитов бронзовых, которые были найдены, очень тонкий слой металла, достаточно тонкий, потому что если бы он был литой и толстый, даже 3 мм 4, его бы невозможно было уже нормально носить, он был бы тяжелым. И такая вот сильная раскопка металла, его тонкий слой часто тоже приводился в аргумент, что как же защититься таким доспехом. И задачу эту загвоздку решил вот этот шлем слева. Это шлем из северной Германии на границе с Данией из места Хайду-Бёсер-Мёй такое страшное название. И в этом шлеме был найден кожаный органический подклад очень мощный. То есть основа шлема была дубленная кожа, сверху была бронза. И на шлеме мы видим многочисленные следы ударов, которые выдержали, они прорубили. также следы ударов есть на шлемах так называемого мекенского типа. Первый такой шлем был найден в мекенской культуре, но он распространен вообще достаточно широко в Южной Европе. Это шлемы из клыков кабана, пластины из клыков кабана, тоже на них были найдены зарубки. Ну и еще один шлем культуры полипогрибальных урн, это уже поздняя бронза из Европы, на нем тоже есть следы повреждений практического применения. Какими были доспехи? Очень долго доспехов в принципе не было, либо они были кожаными или деревянными, мы их не улавливаем. Появляются очень спорные такие спирали наручи, которые некоторые исследователи трактуют как наручи, некоторые как украшения. Но вот в 14 веке до нашей эры в погребении из дендры при этом мекенской культуре находят вот такие латы. Слева вы видите мекенский шлем и вот эти латы из дендры достаточно тяжелые, они весили порядка 20 килограмм и считается, что это доспехи воина колесничего, которые не позволяли его подстрелить, повредить, потому что у него ноги были прикрыты корпусом колесницы, ну а собственно корпус выше ног был вот в этом доспехе. Потом появляются вот такие уже совсем позднем времени, в 11 веке до нашей эры появляются вот такие керасы, похожие на рыцарские, то есть двухстворчатые такие панцири. Вот посередине вы его видите. И справа у нас это уже доспех культуры Виланова, так называемый, это уже переход к раннему железному веку, это Петрукский. И он является прообразом анатомических доспехов, которые потом у римлян, у греков появляются, помните, да, с блестящим торсом. Вот это прадедушка этого типа доспехов. И такая дискуссия очень долго продолжалась. Сторонники европейского очага и каких-то сражений на территории Европы, они говорили, что, например, вот есть, там нашли следы травматизма, там нашли следы травматизма. Был пример хорошей 80-е годы погребения в Норвегии в месте под названием Сунт. И там было семь мужчин с явными следами повреждений от мечей. Но тоже критики сказали, что, ну, это не дотягивает от какого-то сражения, не так много этих погребенных людей поврежденных. Но в 97-м году в Северной Германии в Померане на маленькой речке Толензе проводили раскопки археологические под строительство некоего сельскохозяйственного комплекса. И в бровки скажем так береги реки обвалившимся один из исследователей увидел плечевую кость человека, который очень так живописно торчал каменный кремневый наконечник. Он и извлёв. И там провели исследования, которые продолжаются до сих пор. Даже открыт специальный центр по исследованию этого сражения. На сегодняшний день там найдено более 800 индивидуальных астантов. То есть как минимум 800 человек погибло в этой долине, в этой битве. Предположительно две популяции там сошлись. Северные племена некие местные и какие-то южные мигранты. Из-за чего непонятно, ну очень много загадок. Но сама битва открывает множество тайн. Вот посмотрите. Найдено множество предметов вооружения металлического, это наконечники стрел, бронзовые, копья, топоры. Вот череп, куда в затылок зашёл бронзовый наконечник в Туле-4. Вот зашёл и вышел. Видно его хорошо. И изумительные вещи. Это сохранившееся тревковое вооружение. То есть очень похоже на бейсбольную битву, на такую битву для крикета, может быть. То есть какой-то молот боевой. И это страница, которую обычно археологи не видят, потому что органика плохо сохраняется или не сохраняется вообще. И здесь мы видим, что, конечно, бронзовое оружие было достаточно дорогое, вообще, в принципе, металлические предметы. И люди которым на войну идти было нужно, а сражаться было, видимо, нечем, они вот именно таким оружием пользовались, сделали вполне результативное деревянное дробящее оружие. и вот есть некоторое количество черепов, где прямо видны следы повреждений таким оружием, проломы, даже диаметр совпадает с этим молотом. Вот характерные на ребрах поезы от мечей. Вот у нас в головку кости зашел каменный наконечник. Каменные наконечники еще очень долго были в ходу. Почему? Потому что кстати, да, это у нас 14 век до нашей эры, то есть уже ближе к Троянской войне, к концу эпохи Фронзы, и тем не менее у нас каменные наконечники в ходу тоже сможете посмотреть, это вот оригинальная находка наконечник с обломанным жальцем, то есть он может быть куда-то попадал. Почему? Потому что они при попадании в что-то твердое, например, в кость, они непременно крошатся и засоряют рану вот этими острейшими фрагментами, не дают ей заживать. То есть бронзовый наконечник, он, конечно, окисляет рану, но в принципе вы его вынули, и в общем, если повезет, проблема решена. А здесь смертоносное ранение во многих случаях, даже в мягкие ткани без кости. И вот такая реконструкция, которую делали исследователи Толензе разных воинов, лучника, мечника и всадника. Ну, со всадником вопрос очень спорный, потому что мы сейчас позже его еще обсудим. На самом деле нельзя наверняка утверждать, что в бронзовом веке было боевое всадничество, потому что есть определенные деформации костей, которые характерны для человека, который проводит жизнь в седле. Они похожи для всадников, для жокеев, для байкеров даже. Эти исследования проводились, и однозначно, если человек какую-то долгую часть жизни проводит за таким занятием, эти деформации имеются. Для эпохи бронзы их практически нигде не обнаружено. Но почему решили, что на коне? Потому что найдены три скелета лошади, и некоторые ранения были сделаны как бы снизу вверх. То есть, вполне возможно, что человека добивали на земле, не обязательно было на лошади. Ну, вот такая художественная реконструкция этого события. И здесь небольшой сюжет. Каким образом археологи узнают свойства древнего вооружения, его износостойкость, тут росологию, то есть, те следы, которые это вооружение оставляет на костях, какие следы зазубрины, повреждения оставляет одно оружие на другом. Здесь вы видите это Андрея Дальфини, итальянский археолог, экспериментатор. Вот он такие исследования проводит, вот сражение на бронзовых мечах, рубка такого кожаного щита, который был найден в Ирландии, его прототип, бронзовый щит, затем анализ деформации, анализ зазубрин, и вот такой интересный тоже момент. На мечах бронзового века, на конце яблока клинка, рукояти, на конце яблока рукояти есть такие петельки, либо перфорации металлические, и долго не могли понять, зачем это было нужно, но затем были найдены мечи, где сохранился тлен кожаного шнурка. И есть исследователь, Энтони Хартинг, который считает, что это было приспособление наподобие петли у милицейской дубинки, которая, если вы мечом рубите, не позволяет вам этот меч потерять, если даже его выпьют из руки. Тем более, что эти мечи были явно для рубящего боя, то есть ими не фехтовали, как в среднем века, и вот вы можете видеть, что рукоять достаточно маленькая, это тоже был один из аргументов сторонников того, что это ритуальные предметы, потому что в стереотипах любого человека меч это клинок, гарда, перекрестие, рукоять и яблоко. И вот этой гарды, выраженной яблоко, у мечей бронзового века нету, и рукоять кажется маленькой. Но на самом деле было доказано, что вот эти выступы, которые позднее станут гардой и яблоком, они были функциональной частью рукояти, и не давали мечу вылетать из руки. Ну и вот такие изрубленные после экспериментов щиты, которые выдержали, даже проводился эксперимент, бронзовый меч против стального и бронзовый выдержал. ну и теперь подводя ближе к нашим материалам, мы поговорим о военной катастрофе, которая случилась на территории республики, нынешней республики Марии Эл, была такая башенская культура в бронзовом веке, это преимущественно скотоводческое общество, оно знало металл, из мышьяковистых бронз, которые достаточно ковки, они делали очень характерное оружие, вот такие копья, видите, здесь небольшое копье, вот здесь в центре между теслом и ножом с кованой втулкой, но к этому населению, вот это абашевские вещи, к этому населению пришло агрессивное население, которое изначально шло из территории Сибири и в общем не очень понятно на самом деле это мигрировали люди или мигрировала технология или какая-то агрессивная традиция, но так или иначе металлургическая традиция литья из оловянистой бронзы мы видим эти вещи от Сибири и вплоть до Финляндии и вот считается, что произошло столкновение двух неких популяций бронзового века и вот тоже оружие этой пришлой культуры или сейма турбинского транскультурного феномена, как его называют археологи. Вот произошло столкновение и был найден так называемый Пепкинский курган, где было закоронено 28 молодых мужчин и 27 из них были с отделенными отрубленными головами, а еще на телах были многочисленные разрубы от топоров, от копий и вот на черепах пробитые черепа. Криминалисты восстановили ход событий следующим образом, что вероятно произошло некое столкновение, когда либо это была какая-то засада, либо противник численно превосходил. то есть очень быстро люди начали отступать и их начали поражать в спину, потому что очень мало повреждений фронтальных в основном в спину. И вот реконструкция одного из мужчин из Пепкинского курга. И вот еще одна страница очень интересная, связанная с военным делом, это Бородинский клад, который был найден на территории нынешней Одесской области Украины. Здесь у нас четыре комплекса предметов, которые абсолютно из разных географических зон. Вот справа два копья, характерные для Сейматургинского мира, который я вам описал, это Сипи, по Волжьям можно ограничить эту металлургическую традицию. С левой крайней стороны вот эти каменные топоры красивые, характерные очень для вообще для Скандинавии, для исторской культуры. Вот эти белые булавы небольшие, они характерны для причерноморья, для катакомбного мира, катакомбной культуры. И вот такие ножи и красивая очень булавка, это у нас вообще Микены, Микенская культура. То есть, скорее всего это был какой-то может быть влиятельный человек, версии разные, ну, вряд ли коллекционер. И вот еще примеры прекрасного схемы Турбинского литья. Посмотрите, скульптура, пластика. И, конечно, хочется осветить такой вопрос, как фортификация. Причины возникновения фортификации, понятно, защита посевов от животных, от людей, ресурсы защищали, и ритуальные причины, какие-то магические защиты, закрыть территорию, магические ее огородить. И у нас здесь два изображения, слева у нас Ерихон, и справа у нас знаменитая Троя. Яркие примеры. Самая близкая к нам фортификация, к нашим знаменитым памятникам, таким как Аркаин, это Левенцовская крепость на Дону. Вот такая каменная, тоже достаточно серьезное укрепление, конструкция стен, тоже там найдено множество каменных наконечников, что вроде как свидетельствует о следах осад. Ну и говоря конкретно о материалах Южного Урала и о их военном контексте, стоит сказать, что археологические источники представлены очень богато, вы видите, что 251 могильная яма, из них 51 с предметами вооружения, 23 укрепленных поселения, среди них знаменитый Аркаим и еще множество. Датировка нашей сенташкентской культуры это 21-18 века до нашей эры, география Южный Урал и Северный Казахстан, антропологически это были европеоидные люди и их обычно реконструируют как индоевропейцев, конкретнее индоиранцев, далеких, далеких предков индусов и иранцев. Вот географические маркеры, вот карта знаменитой страны городов, где у нас Аркаим и еще 22 поселения укрепленных. поселения все были расположены на притоках Урала и Табула, имели замкнутую планировку, схожее устройство жилищ по отношению к системе партификации и были либо круглоплановые такие, как Аркаим, либо прямоугольные плани, такие, как поселение Каменная Амба. Вот знаменитая фотография сверху Аркаима, где видна планировка. Вот это поселение Аланское, тоже очень большое. Ну и вот здесь очень хорошо раскопана партификация. Вы видите ров, вы видите каменную облицовку стен. И для синташтинской культуры характерны погребения с большим количеством предметов вооружения, с обильными жертвоприношениями животных. Вот характерные синташтинские копья, кованые, с разомкой привтулка. Я сегодня принес реплику, вы сможете посмотреть. Здесь даже есть свежеотлитое копье, с неотрезанными литниками, чтобы посмотреть, как оно заливалось. Вот топор тесло. Ну, топор тесло, конечно, скорее хозяйственный. Это бронзовый топор, боевой, характерный для синташты. Он тоже сегодня здесь представлены, сможете посмотреть. Это тоже тесло, наконечники стрел, различные, очень сложные в изготовлении, очень такая тонкая, ретушь называют, очень тонкие сколы. Бронзовый наконечники стрел, очень ранние на нашей территории, в это время они появляются только на Ближнем Востоке, такие же ранние. Ну, и у нас сегодня, кстати, есть специалист, кандидат наук по колесницам, Игорь Чичешков сегодня в зале. Вообще, он работает сейчас в Питтсбурге, но нас почтил своим визитом. Вот, и смотрите, здесь прямо отпечаток колеса повозки, который является легендарным снимком, было найдено несколько таких отпечатков для нашей территории. Большинство исследователей считает, что это были самые ранние колесницы как минимум в Евразии, датировки 21 века до нашей эры для могильника Тривое озеро. И много споров по поводу этих повозок, были ли это действительно боевые повозки, либо использовались как-то еще. Колчаный набор, стрел, жертвоприношение животных, такой вот жертвенник красивый из голов животных. И псали, детали конской упряжи, с помощью которых в лошади запрягались. Женские браслеты на руках погребения. Это более свежие находки вооружения, тоже копье с кованой втулкой, это литое копье с фрагментом древка, это у нас колчанный набор, это вот такой вот боевой топор с деревянной тоже остатками деревянной рукояти и кожаным шнуром, уникальная сохранность. Хобья с кожными шнурами, такие формы топоров. Были ритуальные очевидно булавы каменные, которые носили статусный характер, как булава Германа, например, или держава царя. Тоже копье с втулкой кованой. Ну и вот такие интересные костяные пластины, которые возможно были деталями доспеха. Это точно неизвестно, но похожие пластины составляли доспехи на территории Сибири в эпоху Бронз. И теперь хочется перейти к все-таки мифам. Вы получили такое короткое представление экскурса о вооружении эпохи Бронз для разных территорий. И вот есть такое понятие, как комплекс воинок-олесничен. Условное понятие, что должно было быть у воина на колеснице. Это копья либо дротики, которые с колесницей металл. Например, в записках о Гальской войне у Юлия Цезаря есть свидетельство о том, как воин колесничий из корпуса колесницы бросал до 8-10 копий своих врагов. Это оружие ближнего боя. Для нашей территории это скорее всего топор, для кельтов это был меч. И, конечно, детали конской упряжи, с помощью которых вложили управляют. И наконечники стрел и лук, детали которого на нашей территории были найдены. Вот такие вот металлические наконечники стрел. Вот. И теперь пару слов о том, все-таки, как колесница применялась. Колесница, ее главная задача это мобильность. Когда пытаются нам в фильмах изобразить бои на колесницах, то обычно где-то рядом же присутствует активное применение конницы, даже если про бронзовый век показывают. Но, как я уже сказал, конница появилась не в бронзовом веке, несколько позже, в конце бронзового века. Колесницы были первичны. Людям кажется, что колесница она ведь сложнее, то есть это конь, лошади, человек и колесница, а всадник это просто лошадь, человек. Но на самом деле колесница была раньше. Что она давала? Она давала вам быстрое перемещение вдоль строя противника и позволяла стрелять из лука, поражать его копьями. По вам было сложно попасть, вас было сложно поразить, вы перемещались. Также колесница была боевой машиной пехоты. Например, вот у Гомера в Ильяде описано, что воина подвозили к строю, он сражался, спешивался, сражался, если у него возникали какие-то проблемы, то его слуга возничий мог забрать и увезти обратное место расположения. Но как у нас это показано обычно в кино? Я не стал выбирать большое количество фильмов, потому что остановился на самых ярких. Примеров множество. Например, есть фильмы такие, категории Б, скажем, которые пытаются показывать нам бронзовый век. Есть немецкий фильм, «Анук, путь воина» называется, где у нас конница вовсю, как в средние века, в бронзовом веке. Есть фильм замечательный, Елена Троянская, вышел чуть позже фильма «Троя», и там у нас троянский конь полностью из бронзы высотой с 11-этажный дом. То есть впечатление, что просто ахейцы всю бронзу потратили на этого коня и приехали за бронзой теперь захватывать трою. Вот это знаменитый фильм «Александр», который вышел уже достаточно давно, и, хотя это уже ранний железный век, но просто очень нравится, как здесь показан колесничный бой, сражаются колесницы. И начинается битва при Горгамилов, то Дарий третий, первый боевой приказ, который он отдает, он в полной тишине делает руками вот так. И это означает, что колесницы должны пойти в такую суицидальную лобовую атаку. Причем не на АБКВО, а на македонскую фалангу. На глубокий строй копейщиков с очень длинными копиями. То есть это самый эффективный способ как можно быстрее уничтожить колесницы. Это самое страшное, что может быть на колеснице. И когда вы смотрите это действие происходящее в фильме, вам кажется, ну, значит, наверное, что должно произойти. Он, наверное, на что-то рассчитывал, когда отправлял эти колесницы. Но нет, очень ярко нам показано, как все лошади насаживаются как шашлык на эти копья. Люди подлетают вверх, и все колесницы гибнут. Зачем это было сделано, не очень понятно. Совсем недавно, в общем-то, пару лет назад, вышел фильм «Исход царь и боги». Называется фильм. И в этом фильме тут останавливаться не будем на каких-то деталях. В принципе, сложно найти какие-то исторические прототипы. У фараона даже меч железный бронзов веке. Но это не так важно. Просто режиссер в интервью, я процитирую, сказал, что мы впервые покажем достоверное использование колесниц в кинематографе. И я ждал, я хотел посмотреть. Значит, у нас египтяне нападают на еврея. Евреи при этом выглядят какие-то кочевники эпохи переселения народов, какие-то гунны. И у нас эти колесницы опять бегут в лоб на строй копейщиков. Но в сравнении с фильмом «Александр» почему-то здесь люди оказываются мягче, чем колесницы. И лошади просто дышлами сминают этих копейщиков. Ну, подумаешь, копья выставили. И в один из моментов фараон просто превосходит все ожидания, он просто пьет поводьями, лошади перепрыгивают через строй врага, колесница тоже перепрыгивает вслед за лошадьми. Потом фараон скачет вглубь расположения врага и оттуда видят, как с горизонта возникает такая конная армия древних евреев, которая на него несется всадники. И он тогда понимает, что, наверное, одному не надо на них нападать, бьет поводьями, колесница начинает дрифтовать вдоль вот этой конницы. В общем, очень яркий в этом отношении фильм, советую вам посмотреть. Ну и такой фильм, как Троя, тоже как-то детально разбирать материальную культуру смысла нету, но самое главное, что, во-первых, если мы посмотрим оригинальный текст Ильиада Гомера, мы увидим, что у нас Агилес за всю войну, Троянскую войну, которая шла 10 лет, он убил несколько десятков человек, довольно реалистичные цифры. Некоторые герои Ильиады убили одного воина, некоторые двух, некоторые просто никого не убили. Но у нас уже в первые буквально секунды сражения Брэд Питт убивает человек 200 на берегу. И однажды я рассказывал детям о войне Упольфи-бронзе, все показывал, и как-то мы фрагменты с фильма Троя посмотрели, мне ребенок задал такой замечательный вопрос, сказал Иван Андреевич «Зачем им доспехи, если они не помогают?» И там действительно все полностью в этих латах, которые, судя по виду, должны весить, учитывая, что это бронзовые латы, они должны весить на килограмм 30-40, и все равно оружием они прорезаются просто как масло, все валятся в разные стороны. Ну и давайте все-таки вспомним доспех из Дендры, который уже показывал. этот доспех скорее всего именно воиноколесничек, которому не надо было никуда бегать. Если вы в этом доспехе, наверное, пробежите метров 200-300 вдоль стен троя, то сердечный приступ уже вас скосит, и можно будет дальше не воевать. Потому что в таких жарких странах, ровно как и в Египте, и в Микенах, или на равнинах Передней Азии, все определяло мобильность войн. Они были очень легкими, они были очень маневренными. И поэтому в одном фильме режиссер, пытаясь показать сражение, он показал бой таких средневековых рыцарей. Все в лапах, все с кучей оружия, и все друг друга рубят. Но на самом деле это выглядело не так. Это было не так массово. Это было совершенно по-другому плане вооружения. И осады. Осады в фильмах про древность, про бронзовый век тоже показаны как такие, тот же фильм Троя, они показаны как штурмы каких-то средневековых крепостей, когда у нас в средние века есть понятие осадное дело, когда там требюшеты, катапульты, тараны крытые. Но на самом деле есть такой парадокс для бронзового века, что укрепления строить умели, делали достаточно неплохо, причем не важно, говорим мы о Европе или о Египте. Вот для Европы это очень простые фортификационные решения, какая-то обваловка, небольшие такие чистокольчики. Для Египта это, конечно, крепости из обожженного кирпича, из камней, но эти крепости не умели штурмовать, не существовало эффективных технологий штурма. Единственный способ взять крепость был напасть на нее многократно превосходящими силами, потерять много-много людей. И мы можем видеть по египетским источникам, что они могли осаждать крепость по 8 лет, по 6, по 8 лет. И в тех случаях, когда, видимо, командовали, что необходимо брать крепость, вот мы можем видеть одинокого парня, который топором рубит ворота. Видите, да? То есть на ранних изображениях очень много ранних египетских прорисовок барельефа, когда воины пытаются стены топорами видимо глинобитных пробить ворота, какой-то брешь. В более поздних появляются осадные лестницы. Ну, тоже не самый такой удачный способ, потому что лестницу легко перевернуть, вас легко поразить. И только уже в Великой Азерийской империи в конце Бронзового века у нас появляется осадное дело, это уже начало раннего железного века для Ближнего Востока, у нас появляется осадное дело, когда партификация тоже совершенствуется и уже стали думать все-таки больше о войнах, появляются крытые тараны, осадные башни, чтобы подойти к стенам противника и не быть убитым. Вот. Ну, собственно, на этом, пожалуй, все. Постарался разные аспекты вам показать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ